Утро начинается с соцсетей. Глава Березовки с жителями онлайн. В этом плане Альбина Гольцова молодой управленец, зато в другом опыта ей не занимать. 20 лет она была финансистом сельсовета, последние три – глава. Говорит, на повышение подтолкнули сами жители. К очередным выборам объявилось сразу 16 кандидатов в главы села, почти все из города. Местные уже поняли, что руководство со стороны, как правило, мало заинтересовано в развитии села. И первая проблема, с которой столкнулась Альбина Гольцова – это долги. У меня было большое обязательство перед Министерством сельского хозяйства от предыдущей главы с 2014 года. То есть когда-то в свое время также участвовали в гранте, выделенном 2,5 миллиона, и работы были не завершены. И четыре года, получается, одна пришла-начала, не пришла, а была, и ее сняли досрочно. И тот, который глава пришел, естественно, за свои три года существования, он не старался реализовать и закрыт этот вопрос, и чтобы дальше нам, как говорится, кредит доверия был. Став главой, Альбина Петровна сразу же отдала миллионы с бюджета сельсовета на реализацию этого гранта. Так в селе, наконец, обновили стадион и сделали площадку для волейбола. А главное, Березовке вновь дали зеленый свет на участие в конкурсах. Инициатив у нее очень много. Она всегда приходит с новыми идеями, у нее всегда какая-то мысль в голове кружится. С ней рядом быть очень интересно. Почему? Потому что реализация проектов, она не только для чего-то для узкого круга, а именно для всего села. Глава села объединила вокруг себя волонтеров и неравнодушных жителей. В этом парке они все вместе выкорчевали аварийные деревья и посадили новые. Современная детская площадка появилась по программе «Комфортная городская среда». Продолжает преображаться и стадион. В теплое время года здесь можно играть в футбол и баскетбол, проводить соревнования и праздники. Женщина у власти, мне кажется, это все такое более домашнее, наверное. Украшения есть какие-то перед праздниками, сцены. Хорошие, внимательные. Вроде бы хочешь всем помочь. Это очередной совет общественности о планах на 2021 год. Одно из ключевых предложений строительство скейт-парка. Такого нет ни в одном муниципалитете края. Детский сад, начальная школа, а нашим подросткам куда деваться. И мы собрались опять дружненько с женским советом и решили, нам нужен скейт-парк. Среди других предложений – спортивные площадки и даже ремонт дороги. В обсуждении проектов принял участие депутат Госдумы Александр Прокопьев. Он же вручил главе Березовки почетный знак Общероссийского конгресса муниципальных образований за большой вклад в развитие местного самоуправления. Политики в местном самоуправлении, наверное, не так много. Это больше хозяйственная деятельность. Но на самом деле вот этот инструмент, местное самоуправление, дает такой импульс развития гражданского общества. То есть через этот инструмент люди могут повлиять на развитие своей территории, благоустройства своих городов, сел. И это на самом деле очень ценно. Сама же глава Березовки признается, что главная ее мечта – новый дом культуры. Старый сгорел в 2005 году. В Березовке сейчас живут 7 тысяч человек и здесь должно быть место для творчества. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком.